Здравствуйте! В студии Народного телевидения Хибины Мария Савохина и... Виталий Поломодов, народный ведущий. Что происходит и о чем говорят на этой неделе в Кировске и Апатитах, посмотрим и обсудим. Апатитчанин Сергей Марчук, возвращаясь на машине с семьей из отпуска, стал свидетелем необычной сцены. Схватки медведя с огромным лосем. Животные выскочили на трассу, когда до отворотки на Апатитах оставалось всего 12 километров. Случилось это два дня назад, ночью. Больше подробностей народному рассказал сам очевидец. Рассказал и предоставил видео, которое явно не для слабонервных. Я смотрю какое-то пятно вдалеке, такое коричневое, думаю, кто-то на трассе. Ну и постепенно скорость начал снижать, снижать. И смотрю, на меня лось бежит. Прям мне навстречу бежит лось. Я сначала испугался, думал, что он может там на таран идет или еще что-то на меня. Ну и я как бы скорость бросил и включил камеру. Медведь атаковал лося, вцепившись ему в ногу. Появление машины на дороге помешало косолапому хищнику и на какое-то время он упустил добычу. Лось пытался убежать в лес, но медведь снова его настиг. Схватка продолжалась еще несколько минут. Они опять из леса выходят, опять на мою машину. Только уже медведь отбегает, а лось уже идет в атаку. Медведь стоит, а лось уже копытами бьет по медведю. Опять лось разворачивается, начинает уходить. Медведь опять догоняет, вцепляется в лося. И они, получается, по прямой побежали опять уже от меня и в лес убежали. Кто победил в этой битве, так и осталось загадкой. Звери скрылись в лесу. А ведь я в 2019 году тоже стала свидетелем общения этих двух животных. Мы поехали с мужем за грибами. На полях в районе 45-го километра увидели сначала Сахатова, а потом в кустах и Мишку. Думаю, это была охота. Лось при приближении машины убежал в лес, но медведь еще немного на нас посмотрел. И вот как это было. За грибами в итоге сходили? Нет, конечно. Я тебе больше скажу. С тех пор мы туда вообще на тихую охоту не выезжали. Пусть и мирной, но одной встречи с медведем нам хватило. Коммунальная тема. В Кировске продолжается подготовка к новому отопительному сезону. С 6 июня специалисты Хибинской тепловой компании проводят испытания сетей теплоснабжения. Отключение многоквартирных домов происходит поэтапно, по районам города. В местах, где сети не выдерживают и происходит порыв, проводят замену. Когда планируют завершить работу и что еще предстоит сделать ресурсникам в этом году, расскажем прямо сейчас. Завершить испытания тепловых сетей в Хибинской тепловой компании планируют в середине июля. На сегодняшний день выполнено уже более 50% всех запланированных работ. Серьезных повреждений, которые бы повлияли на подачу тепла и горячей воды зимой, немного. Один из таких участков в районе дома 17 на проспекте Ленина. Порвало трубу на неподвижной опоре. Раскопали, вскрыли участок. Оказалось, на неподвижной опоре произошла течь. Вчера устранили с одной трубы, с подачи. Сегодня устраняем с обратки, чтобы в дальнейшем лет 20-30 сюда не залазить. Без тяжелой техники при выполнении таких работ не обойтись. С помощью экскаватора раскапывают землю, поврежденный участок трубы поднимают на поверхность, а вместо него врезают новый из современных высокопрочных материалов. Вот два рычага, подъем, повороты, опускание. Выворачиваешь, заворачиваешь, как тебе надо. При этом парни цепляют трубу, и надо вычитать то, что надо работать очень осторожно и безопасно. Любая ошибка может привести к травмированию. Повреждения на сетях во время испытаний специалисты устраняют в оперативном режиме, как правило, за 2-3 дня. Жители города к проведению ремонтных работ относятся с пониманием. Тем более, что многие помнят те времена, когда горячую воду в Кировске отключали на 2-3 недели. Хотелось бы поблагодарить Кибинскую тепловую компанию за оперативную работу. Не больше двух дней обычно проходит устранение замечаний. Связано это с тем, что организация компании и деятельности была подготовлена заранее. И на сегодняшний день можно констатировать, что те порывы, которые произошли, то это свидетельствует о том, что испытания проведены достаточно качественно. И если какие-то повреждения и возникли, то пусть лучше они возникнут летом, чем это будет вызвано потом какими-то аварийными, непредвиденными ситуациями в зимний период. Помимо подготовки к отопительному сезону, Хибинская тепловая компания в этом году проводит также плановые работы в рамках реализации пятилетней программы реновации теплосетей. Инвестиционная программа, предусматривающая поэтапную замену магистральных сетей. Те сети, которые по схеме теплоснабжения признаны ненадежными, они планируются к замене в течение пяти лет. В этом году запланирована замена порядка трех километров магистральных сетей. Это очень существенная для нас работа. Только-только уже планируем к концу августа успеть все сделать. Работа предстоит масштабная. И речь идет не только о замене труб. Например, в «Титане» компания заменит систему автоматизации на одной из насосных станций, а также проведет работу по оцифровке тепловых сетей. Специальную программу занесут все участки. Благодаря этому специалисты смогут еще оперативнее реагировать на запросы о подключениях, а общая картина по схемам ремонтов станет объективней. Некоторые апотечане и кировчане, ратующие за красоту во дворе, стараются украсить придомовой участок, изношенный автомобильной резиной. Умельцы вырезают из нее лебедей, делают вазоны, мастерят лавки и качели, огораживают полисадники и многое-многое другое. Но немногие знают, что в 2021 году в России использованные шины приравняли к четвертому классу опасности и ввели запрет на их применение в благоустройстве. От нежелательных элементов дворы сегодня коммунальные службы освобождают, но делают это не всегда по совести. Было все красиво. Каждый человек пройдет, посмотрит, сфотографирует, радуются люди. Вдруг мне вот Аня звонит, в домофон Рима у тебя что творится? Вот здесь человек восемь, все примяли, все примяли, все, буквально все, понимаете? Все вот это... слов у меня даже нет, понимаете? Сколько покрышек здесь было у вас? Штук шесть. Штук шесть, то есть все покрышки вытащили? Все вытащили, вон одну, побоялись они вытащить. Существует вы переломали все. В новом выпуске программы «Давайте разберемся» наш коллега. Журналист Антон Рассказов объяснит, чем опасна лысая резина. И какой штраф за ее использование на придомовой территории грозит тем, кто исходит из лучших побуждений. А также ответит на вопрос, почему так важно, выполняя работы по вывозу покрышек, быть на связи с горожанами. Программа «Давайте разберемся» в эфире Народного этим вечером. Не пропустите. Идеи победителей конкурса социально значимых проектов «Проблемы города решаем вместе» воплощаются в жизнь. Заседание экспертного совета состоялось в конце марта этого года. В Кировске рассматривали семь предложений от детских садов, школ, учреждений культуры и дополнительного образования. Победители конкурса на реализацию своих инициатив получили более полумиллиона рублей. Финансовую поддержку Кировский филиал акционерного общества «Апатит» окажет в школе искусств, которая издаст фотоальбом к 90-летию. А историко-кровический музей благодаря победе в конкурсе займется созданием виртуального культурного пространства. Оно будет посвящено школам, вузам и средним учебным заведениям, которые когда-либо работали на территории Кировска. Отметил экспертный совет и проект детям Кировска «Знание и безопасность» Центра детского творчества Хибины. А 16-му детскому саду для реализации своего проекта необходимо спортивное и игровое оборудование. Жюри единогласно проголосовало и за эту инициативу. Инвентарь был заказан и сейчас специалисты занимаются его сборкой и установкой. Спортивно-игровой центр создают в 16-м детском саду Кировска. Для того, чтобы реализовать все идеи проекта, учреждение приняло участие в конкурсе социально значимых проектов «Проблемы города решаем вместе». Конкурс социально значимых проектов «Проблемы города решаем вместе» создавался для реализации таких социальных и полезных инициатив в муниципалитете. Одним из участников был садик номер 16, который выступил с такой инициативой. По-моему, все жюри конкурса поддержало это предложение. Ну и, по-моему, получилось замечательно. Я надеюсь, что это оборудование будет востребовано у воспитанников детского сада. Спортивный зал был здесь и раньше, но специального оборудования не хватало. 150 тысяч рублей, а именно столько было выделено учреждению за победу в конкурсе, потратили на современные тренажеры и игровое оборудование. Совместно с Центром материально-технического обеспечения провели ремонт помещения и поменяли светильники. У нас работает физинструктор, конечно. Это образовательная программа, к частью которой является образовательная область физического развития. Конечно, это определенные умения и навыки. Это привитие любви к спорту, к здоровому образу жизни. Конечно же, это хорошее настроение. Конечно же, это положительный эмоциональный настрой. И умение общаться со сверстниками. Оборудование уже поступило. Специалисты занимаются его сборкой и установкой. Сейчас Олег Гришин, рабочий по комплексному обслуживанию здания сада, собирает спортивный комплекс. Под шарики, под игры. Специально уложить, он на ножках двигается. В удобном месте можно поставить. Для спортивного инвентаря. Идея создания игрового центра, как отметили жюри конкурса, интересна тем, что оборудование предназначено не только для детей детского сада, но и для тех, кто еще не посещает образовательное учреждение. Скоро зал полностью оборудует и в нем смогут заниматься ребята. В Кировске состоялась ежегодная встреча работающей молодежи Кировского филиала Акционерного общества «Апатит» с руководством. Индексация заработной платы, увеличение штата работников, ремонты в помещениях, обучение, ипотека – это далеко не полный перечень вопросов, которые обсуждали участники. На большую часть ответы получили сразу, что-то приняли к рассмотрению, а некоторые проблемы сотрудников взяли под контроль. Ежегодная встреча трудящейся молодежи с руководителями Кировского филиала Акционерного общества «Апатит» традиционно проходит летом, в канун празднования Дня молодежи. Это возможность лично, как говорится, без галстуков, пообщаться с директором и его заместителями. Встречи с руководством очень важны, так как можно на данных встречах поднять в животрепещущие вопросы, получить на них ответы, прийти к какому-то совместному решению. В зале – заместители директора Кировского филиала по персоналу, социальной политики, охране труда и промышленной безопасности. В начале встречи Андрей Абрашитов рассказал о текущей ситуации на предприятии и подвел итоги за первое полугодие. Отметил значение и успехи молодежной организации. Далее вопросы. Один из них касается ремонтов кабинетов и помещений. В этом году мы начнем ремонт четвертого этажа, сделаем ремонт по принципу open space, то есть там будет большое количество достаточно рабочих мест, для того, чтобы улучшить условия работы тех, кто в этом нуждается. Ну и дальше по этапу мы так и пойдем по этажам. Еще один вопрос касался обучения белазистов в филиале МАГУ города Апатиты. На базе университета при поддержке Кировского филиала акционерного общества Апатит с нового года начнут готовить квалифицированные кадры по управлению и содержанию самоходной техники БелАЗ. Каким-то образом планируем издерживать этих студентов, дабы они не ушли в Оренегорс, в Ковдор, чтобы они попали к нам на предприятие, чтобы у них была какая-то мотивационная составляющая. То соглашение с Апатитским филиалом МАГУ, которое предусматривает поднятие материально-технической базы, учебной базы этого заведения, оно как раз для этих целей направлено. Мы даем возможность им учиться здесь на профильной профессии для того, чтобы здесь оставаться и, соответственно, приходить к нам на предприятие. Люди, которые понимают, что они будут работать именно у нас в Кировском филиале, они с удовольствием заключают этот договор, учатся, мы платим стипендию, мы всячески принимаем к себе к нам всякие развивающие мероприятия, которые протекают у нас именно в Кировском филиале. И поэтому здесь говорить о том, что люди должны куда-то уйти или не придут к нам, ведь это тоже большой бонус вообще в целом для региона Кировского Апатитского, когда мы открыли эту программу. Участники встречи активно задавали вопросы. В итоге получился конструктивный диалог. Часть тем, которую волнует молодежь, обсудили на месте и сразу нашли решение. Озвученные проблемы взяли в проработку, а некоторые моменты просто разъяснили. Мы проанализировали все наши ипотечные договора. Ни у кого свыше полутора миллионов процентов на сегодняшний день договоров не заключены. Сроком до 10 лет пользования ипотечным кредитом. Полтора миллиона – это сумма процентов, которую вернет предприятие участнику жилищной программы, а не максимальная стоимость жилплощади. Важные условия – жилье должно быть приобретено в ипотеку обязательно в Кировско-Апатитском районе. Полтора миллиона – это вам возвращается. Встреча продлилась больше двух часов. За это время обсудили более трех десятков вопросов. Ни один не остался без внимания руководителей. Приходят ребята, которые только устроились на предприятие. Молодежи становится с каждым годом, мне кажется, все больше и больше. Вопросы волнуют жизненные темы, все понятные. И заработная плата, и вопросы охраны, труда, промышленной безопасности, и коллективные договоры, питание столовок. Очень много вопросов производственных. Это радует, потому что люди неравнодушны. Прежде всего, производство определяет нашу работу и работу молодежи. Обратная связь – это очень важно. В завершении встречи Андрей Абрашитов и Алексей Гумнов вручили активной трудящейся молодежи подарки и благодарственные письма за участие в общественной, культурной и спортивной жизни предприятия. Как может выглядеть вокзал в Кировске? В интернете появилось видео – дипломная работа бакалавра архитектуры по реновации заброшенного железнодорожного вокзала в нашем городе. Только на страничке Народного телевидения ВКонтакте жители оставили полсотни отзывов. Пишут – пусть сказка станет былью. Очень красивый ролик. Мы предлагаем нашим зрителям посмотреть на этот дипломный проект. Действительно, очень красиво. А кто же автор работы? Автор проекта – Екатерина Оленева. И она уже на связи с нами. Хочется и с первых уст узнать об истории создания этого проекта. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Виталий. Екатерина, откуда вы? Я родилась в городе Северо-Атвитской Архангельской области. Последние пять лет я проживала в Ярославле, где и получила высшее образование по специальности архитектура. Сейчас я нахожусь в творческом поиске дальнейшей работы и дальнейшем прорывании. Я вижу вас за спиной проект нашего вокзала. Где выставлена эта работа? Сейчас печатная версия моей дипломной работы выставлена на выставке выпускных работ Ярославского института архитектуры и дизайна в концертно-зрелищном центре «Велень». Почему для дипломного проекта выбрали эту тему? И как узнали о нашем вокзале? Наверное, учитывая специфику региона, в котором я росла, меня на протяжении всего времени обучения интересовали города, молодые города, которые родились во время советской эпохи. И когда подошло время выбирать тему для дипломной работы, я вспомнила о городе Кировске, о котором мне рассказывал отец, когда работал вахтовым методом на Кашинском карьере. И я отправилась в такое путешествие в ваш город, тогда еще не представляя о здании вокзала, но когда я его увидела, конечно, этот северный арктический парфенон поразил меня до глубины души. И сомнений не оставалось, что спасать надо именно это здание, работать с ним. А интересно, реально ли эту идею воплотить в жизнь? Архитектура заканчивается там, где начинается стройка. Но это, возможно, это не тот случай, потому что в данном проекте не используется никаких особо сложных технологических решений. Все узлы довольно уже изучены, известны. А современные технологии, насколько мы видим по мировому опыту, по отечественному опыту, зашли уже так далеко, что позволяют воплотить самые оригинальные архитектурные идеи. Спасибо большое, Екатерина, удачи вам! На связи с нашей студией была Екатерина Оленева, которой удалось создать сказочный макет вокзала в Кировске. К новостям спорта. В Кировской спортшколе Олимпийского резерва по горнолыжному спорту в новом учебном году, возможно, откроется отделение сноуборда. Как говорят специалисты, в Хибинах есть все для развития этого вида спорта. Прекрасные склоны, хорошая база, а главное – наставники. В планах также создание базы для тренировок сборной команды России. Эти и другие вопросы обсудим сегодня с гостями студии Народного телевидения. Мы тут говорим о создании отделения сноуборда на базе нашей спортивной школы. Вот нужна она вам. Знаете, очень важно следовать за потребностями наших детей. Обычно взрослые придумывают всякие развлечения детям и потом думают, почему дети никуда не ходят. Сейчас возникла именно та ситуация, когда потребность в чем-то новом виде спорта, как сноуборд, она очень высока. Надеемся, что уже осенью в нашей спортивной школе начнутся занятия по сноуборду. А в эти выходные в Кировске стартует одно из самых ярких приключений летнего спортивного сезона – экстремальный забег «Хибины Трейл». Спортсменам предстоит преодолеть 83 километра, в том случае, конечно, если они замахнутся на самую длинную дистанцию. Уже сейчас со всей страны в Кировск съезжаются желающие проверить запас своей прочности. На сегодняшний день зарегистрировано более 500 участников забега. Это как любители, так и профессионалы. Участвует в гонке мастер спорта России по спортивному ориентированию и скайранингу, многократный призер чемпионатов России и мира Наталья Нищерет. Накануне на стадионе «Тирос» Наталья провела мастер-класс. Какие секреты спортивных побед узнали его участники, расскажет Юлия Аверина. Делаем очень интенсивный мастер-класс, как будто у нас не руки, а веревочки. На севере Наталья Нищерет впервые приехала из Челябинска. В субботу вместе со всеми она стартует в забеге Хибины Трейл. А после отправится на этап Кубка России в Бурятию. Ее мастер-класс для тех, кто хочет научиться бегать правильно и быстро. Тренировка начинается с разминки, а уже после – беговые упражнения. Через шесть минут я вас жду. Легонечко. Я мочу легонечко. Через шесть минут. Беговые упражнения, они формируют беговой шаг. И получается, что вот эти упражнения, которые мы делали, это отдельные частички общего. Просто чем чаще мы повторяем какое-то движение, тем лучше наш мозг запоминает. То есть это просто работа на механическое запоминание. До главного события Хибины Трейл остается всего пару дней. Поэтому сейчас никаких интенсивных нагрузок. Все в меру. Но организм, тем не менее, держим в тонусе, говорит Наталья. Делать короткие тренировки, не очень высокой интенсивности. И просто поддерживать тонус. Ждать старта, копить энергию, адреналин. И не давать ему выхода до старта. То есть вот так вот копить и потом на старте. Кировчанка Анна Ермакова готовится к старту Хибины Трейл. В этом спорте она пока новичок. Поэтому и дистанция небольшая, всего 5 километров. Зато подход к подготовке самый, что ни на есть, серьезный. Когда есть такие опытные тренера, спортсмены, которые объясняют и учат. Техника растет, выносливость тоже вырастает. И, соответственно, появляется удовольствие, техника и скорость. Хибины Трейл стартуют уже в эти выходные. В субботу в 13 часов на дистанцию выйдут спортсмены, которые преодолеют 5 километров. А в 17.00 начнется забег на 17, 42 и 83 километра. Смотрите также сегодня на нашем телеканале очередной выпуск телепроекта Анны Белкиной «Семейный ковчег». О детях с непростыми судьбами, которые остались без родительской любви. А также о тех, кто решился подарить им заботу и тепло семейного очага. Как полюбить приемного ребенка? Как родного? С какими трудностями сталкиваются родители? Об этом и многом другом герои программы расскажут сами. Не пропустите сегодня в эфире прогноз погоды. С ним вас познакомит Евгения Максимова. Ну а на сегодня у нас все. Свежие новости, телесюжеты и видео. Все самое главное и интересное вы найдете в телеграм-канале Народного ТВ. Это удобно, быстро, современно. Узнавайте обо всем первыми. С вами были Мария Савохина. И Виталий Поломодов, народный ведущий. Хорошего завершения рабочей недели. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин